Девочки, вот чем вас меньше, тем лучше для ваших отношений, тем ваша значимость там выше. Потому что когда вас много, вы в профиците, но вы становитесь неинтересны, вы становитесь прочитанной книгой. Когда вам приносят какой-то торт, который вы очень любите, он выглядит просто невероятно, вы начинаете его есть, и вы понимаете, что он суперпипец какой вкусный, но вам не дают наполнить полностью, полноценно желудок, и забирают этот торт в какие-то... Чаечка, приходи ко мне на прием, я кремом волшебным наполню твой желудок. У вас чувства остаются после этого. Вы хотите еще, вы все время думаете про этот торт, и когда в следующий раз вы можете его снова съесть. Когда вы этот торт уже перехавали, прям перехавали, вам потом еще долго не захочется его снова съесть, понимаете? Да, 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 Чаечка. Как Чаечка-ручка работает умело? Ну, умница просто, Чаечка, и желудок полный тебе будет обеспечен. Не нужно переедать, не нужно перекармливать. Ребята, всем здорова, садач на связи. Вот тот же самый совет могу дать. Нет, это действительно рабочая практика, да, ребят? Там главное не перебарщивать. Вот то же самое, когда вы пытаетесь там якобы заслужить внимание, чаечки, ухаживать за ней, там, да, вот там, решать ее проблему, брать ответственность, ну, в общем, много вас в ее жизни, ребят, не надо этого делать. Она, по сути дела, все правильно сказала, это рабочая практика вполне себе. Только вопрос, кто ее будет применять в отношениях? Она против вас, либо вы против нее, и все. А вообще, ребят, понимаете, в идеале это все нехорошо. Когда в отношениях применяются какие-либо манипуляции, практики, там, и так далее, иногда без этого не обойтись. Это понятное дело, там, да, ну, когда уже там попал в переплетах, скажем. Но в идеале отношения должны приносить удовлетворение, кайф и удовольствие. А иначе зачем это все? Ну, если, допустим, там, вы интриган, допустим, как чаечки, большинство, там, типа, там, эмоции, слезы, перепады настроения, там, а-а-а, вот это интриги, скандалы, расследования, как бы, ну, тогда да, если вам это будет по кайфу, вам это будет приносить удовольствие просто. Но дело в том, что мужчины более стабильны в эмоциональном плане. Им больше надо такое вот спокойное, ровное, так скажем, проистекание отношений. У чаечек так не получается в большинстве, да. Получается только, знаете, вот именно на первых порах, там, когда ты на инстинкт пробил, там, первые месяцы, может быть, там, даже год, полтора, два, неважно, да, как бы. Но потом она начинает скучать, как бы, ей это все, она начинает, там, так скажем, дуреть в этом плане. Начинаются вот эти практики, манипуляции, там, и так далее. Вот, а так, в принципе, ребят, применяйте, если вам надо этот, именно, вот, совет, да, вот, применяйте то же самое, то, что она сказала, только наоборот. И все получено. Еще для вас ничего не сделал, а вы уже, он только, знаете, сказал, я тебе помогу, я тебе то, я тебе это. И вы такая уже тысячу благодарностей ему настелили, и в итоге он пропал. И в итоге вам ничем не помогли, абсолютно, до плачения, до свидания. Знаете почему? Потому что мужик пришел, значит, я такой классный, сейчас я тебе наобещаю, настелю здесь всего, получу то, что мне надо, благодарность, да, свою самооценочку, значит, эго, я такой классный мужик, ну, как бы, и он насытился этим. Вот часто слышали, когда говорят вам, не надо рассказывать о своих планах. Знаете почему? Потому что вы, когда их рассказываете, одному, второму, третьему, вы как бы это уже пережили. И уже не так становится интересно, и мотивация уже падает, и все остальное. Поэтому нечего сыпать благодарностями мужчину, который только вам говорит. Вот когда он поможет, тогда его поблагодарите. Писей. Тогда проявите свою женскую благодарность, искренне скажите спасибо. До этого, ну, говорить могут они, девочки, очень много, очень часто, и всем. Проявите свою женскую благодарность. Ребята, а угадайте, пожалуйста, дам вам только одну попытку. Что такое в чаечном понимании женская благодарность? То есть он помог, соответственно, мужчина там, женщине, да, там, каким-то образом. Она ему проявляет женскую благодарность. Ребята, вопрос, какой дырочкой она проявляет женская благодарность? Какой она тебя сегодня поблагодарит? Поблагодарит. Задней, передней, верхней? Или на ручной передаче останешься? Ребята, они же даже не скрывают просто, да, что они, помоги мне, я тебя отблагодарю, как бы, да. Вот, вот, благодарилка мохнатая, ребят. Спасибо, спасибщица мохнатая, ребят. Ребята, вот сколько их смотрю, как бы, не уделяю, точнее, не устаю никогда с этого смеяться, блин, и умиляться, как бы, да. Они на таком полном серьезе это все имеют. Ну, да, и эти сидят, таки, там, на вот этих семинарах, там, вебинарах, там, марафонах хотите, своими этими, блин, толкивают, таки, да, 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 благодарить надо только тогда, как она поможет, да. И пилотка уже, там, готовая к благодарению. Ребята, есть в Америке день благодарения, а у нас, ребята, пилотка благодарения. Ну, что поделаешь, ну, так, что такие, ребята, дела. Ну, весело, весело, что, давайте еще послушаем. На расстоянии, это очень плохая идея. Когда вы соглашаетесь, изначально, особенно вот моряки, вы думаете, что они там по восемь месяцев в рейсе не трахаются или что? Хороший костюмчик у Чаечки, да, такой интересный? Они там, помимо того, что заказывают шлюх, они там еще балуются кокаинчиком и так далее. Поверьте, я знаю все это. Мне интересно, Чаечка, откуда ты знаешь это все? Ну, моряки, как бы, уплывают на корабле, в море, в океан, и, как бы, может, заказывали тебя туда или как, ну, говорит, я, говорит, знаю это все. Откуда ты это все знаешь? Откуда? Пояснить сможешь? Или вы думаете, он в ручку? Каждый год по восемь месяцев это делает. И вы одна, никогда нет ряда мужчины, вы все делаете сама. Это не про семью. Это удобно, наверное, только в том случае, когда он зарабатывает деньги, присылает эти деньги вам, и вы ими распоряжаетесь. Но, честно говоря, ваши потребности базовые не будут закрыты. Про индивидуальные я вообще молчу. Эти отношения, ну, они сойдут рано или поздно, но нет, либо если они вот так останутся в таком ключе, женщина просто будет несчастлива с таким мужчиной. Поэтому либо поднимайте вопрос о том, когда будет смена работы, либо же думайте, нужно ли вам это. Потому что так вы будете жить, по сути, всю жизнь. Они очень часто идут в море и не могут остановиться, потому что зарабатывать там неплохие деньги. Ну, Чаечка, вопрос, откуда ты все это знаешь, остается открытым. Откуда ты знаешь, что моряки там этим занимаются? А? Сама ходила с ними в плавание, да? Ну, ладно, это все цветочки. Слушай, мне интересно, а Чаечки, походу, на берегу 8 месяцев там телебонькают, да, колокольчики там, да, вот они там никуда не ходят, да, ничем не занимаются, налево не ходят. Да, конечно, конечно. Слушайте, да, если честно, тоже не понимаю эту всю шнягу, типа там уплыл, как бы там, деньги ей пересылаешь, как бы она там гуляет на твои бабки, как бы, а ты плаваешь по морям, океанам, как бы, ну нахрена это все надо, зачем? Мысл какой. Ну, хотя, как бы, это альтернатива тоже самое, как вахтовики. Уезжает на вахту, карточку жене оставляет, и она гуляет там за его счет. Я этого тоже, ребята, не понимаю, абсолютно. Вот, но вы понимаете, что чайечка, ты объясняешь это, типа, якобы женщинам, типа, вот, асминеровать. Ты понимаешь, что женщинам так удобно? Его дома нету, нафиг не нужен, как бы, и бабки ей шлет, и у нее воля вольная. Ты что, серьезно, что ли? Ну, может быть, там, несколько из, процентов из ста таких чайчик, они типа там, да, типа, я хочу там семью, там, чтобы муж рядом был. Такие есть, такие есть, ребята, но их очень мало, очень мало. Большинство, они прям, ребята, они кайфуют от Орласти. Ты что, кайф? Никого этого контролера рядом дома нету, а бабки шлет, и причем неплохие бабки. И я делаю все, что хочу. Мечта, просто мечта, ребят. Ой, ребята, приходите сегодня на стрим вечерком в 7 часов поговорим. Сегодня интересная тема будет, ребята. Надо ли считать мужских, точнее, женских партнеров до того, как вы там с ней начали коннектиться, ребята. То есть, ну, попросту интересоваться, там, сколько у тебя было до меня. Интересная будет тема. Не забывайте добавляться в ВКонтакте ко мне в друзья, чтобы была запасная у нас площадка. Мало ли что, ссылочки все в описании. Ребята, прекрасного у меня и хорошего настроения. Продолжение следует...